Несколько дней назад на моем канале появилось видео, в котором я рассказала об актерах, о смерти которых не знали многие. Видео заинтересовало большое количество зрителей моего канала, и поэтому сегодня я, как и обещала, продолжу эту тему. Как оказалось, актеров, об уходе из жизни которых не знали многие, немало. Сергей Васильевич Бездушный был достаточно известным отечественным актером. За все время своей актерской карьеры он успел сняться более чем в 30 проектах, преимущественно играя героя второго плана. Мы можем увидеть его в проектах «Час Волкова», «Барвиха», «Аронетки», «Глухарь» и «Солдаты». В фильмографии Сергея Бездушного всего одна главная роль. Он исполнил ее в украинском четырехсерийном фильме «Гроза над Русью». Сергея Бездушного не стало 12 июля 2017 года. Его уходу из жизни предшествовала продолжительная борьба с опухолью головного мозга. Сергею Бездушному было 53 года. Актер покоится на Троекуровском кладбище. Геннадий Владимирович Харапунков известен немалому числу зрителей по исполнению запоминающихся ролей второго плана. Лично мне этот актер прежде всего запомнился по роли отца Алексея Черенкова из сериала «Отдел». К числу проектов, по которым вы можете помнить Геннадия Харапункова, также следует отнести «Наследство», «Висяки», «Ванька Грозный», «Папины дочки», «Две судьбы», «Гармонист суворов» и «300 лет спустя». Я совсем недавно узнала о том, что Геннадия Харапункова уже нет с нами, причем давно. Он ушел из жизни 7 октября 2013 года. Актеру было 64 года. Уход Сергея Бездушного и Геннадия Харапункова еще можно принять как должное в силу их немалого возраста. Но в то же время совсем иначе обстоят дела с ранним уходом актрисы Алены Юрьевны Кузнецовой. Эта актриса снялась более чем в 40 проектах и запомнилась многим зрителям по ролям в лентах «Марш турецкого», «Маршрут милосердия», «Любовь из прошлого» и «Братаны». Аленой Кузнецовой не стало 10 октября 2014 года. Ей было 37 лет. Причиной смерти актрисы стала внезапная остановка сердца. Она покоится в подмосковном Красногорске. Еще одним безвременно и неожиданно покинувшим этот мир актером является Владимир Владимирович Гарин. Подающий надежды молодой актер успел сняться всего в одном проекте. Он исполнил главную роль в социальной драме «Возвращение». Также в фильмографии Владимира Гарина имеются две работы по озвучиванию. Юного актера не стало 24 июня 2003 года. Возможно, при просмотре фильма «Возвращение» вы даже и не подозревали, что актера, исполнившего роль Андрея, уже давно нет в этом мире. Владимир Гарин утонул. Ему было всего 16 лет. Актер покоится на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Василий Николаевич Савинов – еще один актер, чей уход из жизни для многих по сей день остается неизвестным фактом. Лично я узнала о том, что его нет с нами лишь в этом году. Василий Савинов был востребованным отечественным актером театра и кино. За все время актерской карьеры он успел принять участие в работе более чем над 90 проектами. Многие помнят его по кинолентам «Час Волкова», «Каменская», «Паутина», «Обитаемый остров», «Ронетки», «Управа», «Глухарь», «Папины дочки», «Детективы», «Сталин Лайф», «Всегда говори всегда» и массе других проектов. Василия Савинова не стало 19 марта 2013 года. Ему был 51 год. Причиной смерти актера стал инфаркт. Василий Савинов покоится на Троекуровском кладбище Москвы. Наверняка многие из вас не знали, что кого-то из этих актеров уже нет с нами. Это вполне закономерное явление, ведь актеров очень много. И если специально не следить за их судьбой, то узнать, где они сейчас и чем заняты, невозможно. Тем более, если речь идет о людях, которые преимущественно играли роли второго плана. Если эта тема вам интересна, то пишите об этом в комментариях. И тогда я сделаю еще одно подобное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить.